Разрушенные в ходе боевых действий объекты социальной культуры и быта продолжают восстанавливать. 20 июля министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец посетил с проверкой несколько образовательных учреждений республики. Первым пунктом стала школа номер 14 в городе Иловайске. Здесь обучается 139 детей, которые с наступлением войны больше не смогли посещать занятия. В 2014 году, с середины августа, когда зашли солдаты украинской армии на территорию нашей школы, наша школа получила крупное разрушение. До этого момента школа стояла целая и невредимая. Была разрушена, как уже говорили, кровля, было попадание ограда и снаряд застрял в полу третьего этажа. Были разрушены все окна, выломаны двери. В результате того, что до марта месяца школа стояла обескровленная, в результате погодных условий, дождя, снега, школа потерпела больших разрушений, потому что штукатурка отслаивалась, трещины и так далее. Объем проделанных работ на этом объекте был достаточно большим и начался еще в марте 2015 года. На данном объекте проводились капитальные установительные работы. Здесь отсутствовала кровля. В первую очередь была установлена полностью кровля, полностью остекление металлопластиковыми окнами. Наше предприятие зашло на внутренние отделки и наружные отделочные работы. Мы здесь выполнили восстановление внутренней отделки, штукатурка, шпаклевка, покраска стен, потолков, зачистка полов, покраска полов. Наружные фасады выполнены и мастерские полностью. Мастерские были полностью разбиты. В них отсутствовала и кровля, и потолки. Мы установили их полностью. В этом городе пострадало много домов и социальных объектов. Не исключением стал и детский сад «Ласточка». В августе 2014 года в нашем детском саду зашла сюда армия украинская. Они здесь у нас находились на территории, жили в нашем детском садке и отсюда вели боевые действия. Помимо этого здесь находились еще у нас на территории детского сада, есть бомбоубежище, поэтому жили еще и мирные жители. Три недели они были у нас здесь, велись действия. Сергей Владимирович, наш мэр города, участвовал в освобождении нашего детского сада. Вследствие этого были произведены очень большие повреждения. После того, как мы пришли сотрудники сюда, в этот детский сад, в живых, как говорится, осталось только две группы. Все остальное у нас было уничтожено полностью. Чтобы не терять время, часть ремонтных работ проделали собственными силами. В остальном помогло государство. По программе восстановления здесь были проведены кровельные и облицовочные работы. Внутренние все еще продолжаются. Последним пунктом в ходе проверки стала школа номер 101, расположенная в Петровском районе города Донецка. Она также неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны украинской армии. Попадания были первые раз 2 августа 2014 года, а потом нас обстреливали в ноябре 2014, в январе и феврале 2015 года. Поэтому школа досталась хорошо. Но, тем не менее, мы уже в октябре 2014 года сделали времянку, застеклились и сели мы, отучились нормально. Но школа нуждалась в большом восстановительном, так сказать, ремонте. Почему? Потому что у нас и стены рушились, у нас и мы сидим на канализационной трубе, у нас проблемы были с отопительной системой. Ну и плюс, естественно, выбиты были все окна, повреждено было более 800 квадратных метров крыши, поэтому было очень много работ нужно было сделать. Но сейчас вот у нас хорошие работы проводятся достаточно быстро, в темпе, надеемся, что все будет хорошо, что ждем вас всех в гости на 1 сентября. По отчетам генподрядчика на данный момент восстановлено 189 объектов. Еще 55 находятся в работе, а по двум есть спорные вопросы, которые сейчас решаются. В ходе проверки были выявлены небольшие замечания. Подрядчик принял к сведению, в принципе, отреагировал оперативно. В Иловайске, где мы были, уже послали бригаду на устранение данных замечаний, что, в принципе, мы остались довольны. Работу вы видели по Иловайску, сделано качественно. Эту школу мы приедем смотреть, наверное, в середине августа, к концу августа и принимать работу здесь. На данный момент здесь выполнено около 50% запланированных работ. В принципе, видим, что работы ведутся, люди, как муравьи, бегают, трудятся, не останавливаются. Согласно программе, к 1 сентября 2016 года должны быть восстановлены 436 объектов. Из них 246 – это образовательные учреждения. Над выполнением этой задачи трудятся более 2000 строителей, а значит, новый учебный год наши дети смогут начать в уже отремонтированных школах. Кристина Крымова, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ.